Встречайте, Валерий Житков или Тамбовский Волк! Добрый вечер. По традиции привет вам от всего авторского цеха студии Квартал 95. Вот видите, опять врет. Тамбовский Волк! Спасибо, Сань. Добрый вечер. Так получилось, что не успели мы поздравить женщин с 8 марта. Поэтому я хочу поздравить женщин с еще одним наступающим чисто женским праздником. С Днем космонавтики. Дело в том, что лично у меня вот эти подозрения о том, что женщины напрямую связаны с космосом, они поселились в голове очень давно. Но более того, я почти уверен, что женщины прилетели на Землю с другой планеты. Об этом сегодня буду говорить. Итак, я просто уверен, что женщины прилетели на Землю с другой планеты. Вот посудите сами, нам, мужчинам, здесь комфортно, нам хорошо, нас все устраивает. А им вот как-то все не так. Вот животные наши плохо пахнут, на растениях у них аллергия, зимой холодно, летом жарко, в поле ветер, в лесу комары. Вот как-то все не так. Знаете, вот даже гравитация наша для них слишком высокая. Вот что бы женщина на Земле не делала, даже если она вообще ничего не делает, ей, знаете, как-то тяжело. Да и вообще, если честно, не могло на нашей суровой планете выжить существо, которое тратит три часа только на то, чтобы выбраться из жилища. Поэтому я уверен, что женщины на Землю прилетели. Скорее всего, это было еще, когда жили динозавры. Вот этот метеорит, который упал, это на самом деле был не метеорит, это просто мы так паркуемся. Женщины прилетели, вскоре динозавры вымерли. Другого выхода у них не было. И женщины начали терпеливо ждать, когда появимся мы. Я попал в эту точку. Человек это тоже в себе носил, наверное, долгое время. Так вот, как только первый человек нашел себе первую пещеру, как только он зашел внутрь, женщина уже была внутри и сразу с вопросом, ты что так долго? Они не местные, это точно. И природа дает нам подсказки. Вот посудите, почему каждый мужчина ждет сына? Все очень просто. Потому что на этой планете, в принципе, никто другой рождаться не должен. Детей нам подменяют. Вот мужчины, поднимите руку те, кто лично присутствовал на родах. Вот первым седой мужчина поднял руку, да. А теперь оставьте только те, кто при этом не потерял сознание. Вот у вас теоретически могут быть мальчики, остальным всем подменяют. Вот кто-то тешит себя, мол, мы мужчины такой эксклюзив, нас 49%, их 51, да. Ребята, рано радуемся. Что такое 51%? Это контрольный пакет акций. Мы на этой планете уже давно ничего не решаем. Для тех, кто еще сомневается в моей теории, вот сейчас внимание на экран. Стандартные изображения инопланетян, которые мы знаем по фильмам, по старым древним гравюрам. То есть что-то вот такое без бровей, без ресниц, да, без губ. Ничего не напоминает? Тогда вот сегодня ночью подкрадитесь к своей жене и хорошенько ее умойте. Вас ждет сюрприз. Еще больший сюрприз вас будет ждать сейчас. Вот обратите внимание, стандартные изображения инопланетян. Вот, пожалуйста, схема, да. А сейчас внимание. Вот оно, истинное лицо пришельцев. И вот заметьте, когда мы с мужчиной разговариваем, мы смотрим собеседнику в лицо, да. И когда мы говорим с ними, мы подсознательно смотрим им в настоящее лицо. Можно убирать, отвлекается. Так вот, тело, которое мы видим, это на самом деле не тело, это такой, ну, красивый скафандр, да. Такой, ну, кому-то он как раз, кому-то немножко великоват, там где-то висит чуть-чуть, да. Кто-то так торопился высадиться, что в попыхах надел скафандр наизнанку, красотой вовнутрь. Так вот, пластические хирурги, на самом деле, это просто портные. Они немножко подгоняют скафандр под клиента. Ну, кто-то обращается к ним, те, кто порукодельнее, там, взять Машу Распутильну. Ну, видно, что человек сам шил, да. Вот опять назвал человеком, да. А все потому, что они контролируют наше сознание. Сразу после свадьбы женщина забирается к вам в мозг и откладывает туда две личинки. Одну о том, что ты нашел свою единственную. А вторую, что ты такой больше нахрен никому не нужен. Вот эти две личинки, они растут и постепенно превращают нас из смелого быстрого самца, из охотника, который мог часами, сутками колесить по городу в поисках пищи, в поисках приключений, превращают нас в беспомощное существо, которое не способно на 40 квадратных метрах найти второй носок. Единственное, что возвращает нас обратно, это алкоголь. Мы снова становимся веселыми, общительными, безумно неотразимыми. Нас снова тянет лазать по деревьям, бросаться камнями, в общем, жить по полной. Но стоит нам вернуться домой, стоит нам уснуть, как нам стирают всю память и внушают, что больше так делать нельзя. Ну иначе как получается, что ты про вчера вообще ничего не помнишь, но тебе за это ужасно стыдно. За что? Никому еще не удавалось выйти из-под их контроля. Кто-то скажет, вот неправда, я вот в 50 лет ушел от жены, взял 20-летнюю. Да, лысый? Не спеши радоваться. Просто твоей старой хозяйке выдали новый скафандр. И то, что ничего не поменялось, ты узнаешь уже в течение двух лет буквально. Только вот... Только есть один нюанс. Вот в этом новом скафандре, чтобы его не попортить, она теперь вообще ничего делать не будет. А еще у нее каждый вечер будет болеть голова, потому что скафандр на два размера меньше, немножко шлем поджимает. Вы знаете, мы для них как низшая раса, вот как индейцы для Колумба, да? Вот такие темные туземцы, которые готовы свое золото обменивать на какие-то дешевые бусики, на стекляшки. Ну, только мы меняем свое золото не на стекляшки, а на секс. А вот кто-то вообще знает, сколько стоит этот самый секс? Ну, там, во вселенной. Какой у него курс к золоту, к шубам? Вот вообще я не удивлюсь, лысый, если то, что она выменяла у тебя на один секс, она не пойдет и у кого-то не поменяет на 10 сексов. Ну, не удивлюсь. И вообще, это еще хорошо, если вам этот секс удалось получить. Не всем так везет. Я уверен, в зале есть такие индейцы, которые золото отдали. А Колумба ему говорит, ой, спасибо, только мне сейчас надо в Испанию. А бусики придут следующим кораблем. В общем, мужики, нам надо собраться. Мы хозяева земли, только мы. Мы как-то жили раньше без женщин. Возможно, даже как-то размножались. Я не знаю, может, на рыбалке, может, на футболе, в гаражах. В общем, где-то там, куда природа тянет нас с непреодолимой силой. Вот, знаете, эта вера в то, что мы способны размножаться без женщин, она до сих пор не покидает некоторых мужчин. Они пробуют, экспериментируют, пытаются. И хотя официально у них вроде бы ничего не получается, мы-то с вами знаем, что их с каждым годом все больше и больше. Вот, хотите мне верьте, хотите нет, но есть элементарный способ проверить мою теорию о том, что женщины из космоса. Вот попробуйте 12 апреля, в день космонавтики, подарить своей букет цветов, ну и, например, колечко с бриллиантом. Если возьмет, если не откажется, они 100% из космоса. Вообще, знаете, такая какая-то странная мысль на день космонавтики дарить жене кольцо с бриллиантом. Такое ощущение, что мне ее кто-то внушил. Ну да ладно. Возможно, вся эта моя теория, она еще не доделана до конца, она сыровата. Я лично не удивлюсь, потому что, ну, если честно, в своей жизни я мало что смог доделать до конца. По-моему, действие алкоголя заканчивается, и личинка начинает просыпаться. Так, дорогие мои, мне пора. Мужчины, кто готов бороться, кто готов сражаться, встречаемся в буфете. А вас, дорогие женщины, с наступающим профессиональным праздником, с Днем космонавтики. Спасибо большое! Ваши аплодисменты Валерию!